Ну что ж, а возможно сейчас рядом с вами в вашей семье растут будущие космонавты или будущие фотографы, неважно кто. Главное, маленькие дети, с которыми нужно находить общий язык и растить их в любви и правильно растить. Собственно, каждый четверг мы вместе с нашим экспертом в области воспитания детей Викторией Тимофеевой обсуждаем какие-то важные вопросы. Собственно, сейчас этот день не исключение. Виктория с нами на связи находится напрямую. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну и за последнее время мы взяли, так сказать, за хороший тон обсуждать какие-то очень интересные книги из вот как раз области воспитания. И сегодня у нас на очереди книга, когда-то вот, собственно, перевернувшая мир. И вот по некоторым данным она там шла на втором месте по продажам после Библии в Америке. Это книга Бенджамина Спока «Ребенок и уход за ними» с 1946 года. И вот сегодня из Усть-Виктории послушаем, чем она так была революционна тогда, чем хороша и вот насколько хороша сегодня. Да, все верно? Все верно. Вы знаете, такой интересный момент, что книгу Спока «Ребенок и уход за ним» называли даже родительской Библией. Хотя, да, и у нее были бешеные популярности в то время в Америке, она вышла в 1946 году, сметали считается по миллиону экземпляров за один день. Потому что она действительно вызвала очень большой подъем среди родителей. Итак, Бенджамин Спок какой же революционный момент вообще внес этой книгой, почему она была так безумно популярна? Дело в том, что он начал рассматривать отдельно какие-то потребности новорожденного малыша и вообще ребенка и разговаривать о том, какие особые вещи ему нужны. Потому что хотела бы отметить такой момент, что до Спока про воспитание говорили только в разрезе воспитания дисциплины. И в этом, собственно, основной был смысл воспитания. Научить ребенка быть дисциплинированным раз и, конечно же, высокая степень послушания в обстоятельствах это два. Спок начал говорить о том, что это абсолютно не так. Более того, он позволял родителям, позволял матерям гораздо большую свободу, и даже, я бы сказала, большую свободу, относительно чем трактовали предыдущие правила. И этим-то, собственно, тем самым, что книга пошла в разрез, абсолютно в разрез представлением об воспитании, которое было в тот момент, и обязана эта книга такой высокой популярности. Но я бы хотела сказать, что на самом деле очень долго и в Штатах, и в СССР, и даже когда у нас закончилась эпоха Советского Союза, самым лучшим и самым популярным подарком будущей маме была вот эта вот книга. У нее было несколько переизданий «Ребенок и уход за ним». Поэтому я считаю, что многие наши, наверное, зрители уже ее либо читали, либо, возможно, она есть дома для интереса, можно ее просмотреть. Но хотела бы отметить тот факт, что относительно сегодняшних норм развития и сегодняшних норм воспитания, это все-таки скорее некий исторический обзор того, что происходило в воспитании, нежели реальные какие-то рекомендации по действиям. А что там такого вот изменилось за эти годы, что теперь нельзя эту книгу рекомендовать? Или можно все-таки там? Вы знаете, Александр, я всегда рекомендую, говорю, книжки читайте, это интересно, но другое дело, насколько вы готовы этими правилами руководствоваться. Дело в том, что по этой книге мы, как родители, должны ребенку всего две вещи. Напоминаю, это, начиная с самой новорожденности, это уход и питание. То есть, грубо говоря, ребенок должен быть сыт, и он должен быть сухой, не болеть. Вот по большому счету ни о каких эмоциональном компоненте, хотя слово эмоции и любовь там употребляется. Но о нем абсолютно не идет какого-то вот рекомендации. То есть, мы должны, родители, обеспечить вот в эти две базовые вещи и точка. Ребенок должен, причем эта книга предоставляет, смотрите, как интересно, максимальную свободу родителям. И она в этом смысле была в том числе и широко поддержана государством, именно поэтому. Мама родила малыша, немного, абсолютно немного, возможно, там три недели посидела с ним дома и должна дальше идти и работать. Быть свободной. И в этом смысле, смотрите, коли у нас идет очень такой, очень мощный отход от каких-то эмоциональных компонентов, например, вообще не ставятся вещи о том, что ребенку нужна мама, нужна привязанность, нужны какие-то эмоции. И в последующем даже сам Спок говорил о том, что в чем-то эта книга навредила Америке, потому что разрушила некие семейные ценности. Ну, давайте я приведу, наверное, какие-то примеры, о чем говорит Спок более конкретно. Да, давайте. Ну, вот, например, смотрите, такая ситуация, засыпание новорожденного малыша. Он говорит, мы не должны его укачивать, мы не должны держать его на ручках. Засыпание должно быть следующим образом. Мы положили ребеночка в кроватку, сказали, ну все, малыш, нам нужно спать, спокойной ночи. Выключили свет, включили ночничок и ушли из комнаты. Отдельную комнату нужно было заводить ребенку, ну вот самое позднее, из трех месяцев. На что оппоненты говорят, так ребенок же будет плакать, он же будет кричать. Ну ничего страшного, ответ Спока. Сегодня он покричит 30 минут, завтра 20, послезавтра 10. А потом мы вообще поймем, что эта вещь абсолютно бесполезная. То есть какая-то изуверская методика, которая тоже вызывала вопросы у французской системы воспитания. Вы знаете, Александр, вот я тоже, когда вчера-позавчера просматривала эту книгу еще раз, абсолютно тоже можно сказать, что какие-то параллели с французской системой воспитания есть. Но в отличие от французской системы воспитания, которая становилась веками, даже не годами, а веками, имела внутреннюю свою природу. Помните, мы немножко говорили, что даже ребятам старших классов, то есть в 10-11 классе, рекомендуется читать книгу Эмиль, которая вот такая подготовка к родительству. То книга Спока, она была абсолютно вдруг появившейся теорией, которая не имела никаких глубинных вот таких мотивов и даже чувствований, и, например, национального понимания какого-то, либо каких-то вещей, врощенных в менталитет. В этом смысле книга, конечно, жестковатая. Ну, мы же говорим об оригинальной книге, я так подозреваю, не о переиздании, потому что в переиздании, наверное, более современном, это уже у меня просто мама, это мать четверых детей, и у нее, конечно же, тоже есть эта книга, не знаю, какое это уже переиздание, там, наоборот, написано, что надо чаще брать детей на руки, часто их пеленать. Вот смотрите, какая интересная ситуация. Дело в том, что, конечно, какие-то переиздания книги есть, более того, после считается 90-х годов, это уже абсолютно, ну, иная книга «Ребенок и уход за ним», потому что еще в 95-м году Спок выпустил свою последнюю книгу, ее еще некоторые называют словом «Покаянная книга Спока», в которой он как раз развенчивал слабые звенья своей же теории. На самом деле, интересна история самого Бенджамина Спока, потому что он отец, он был отец, но у него настолько были сложные отношения с собственными детьми, что даже будучи уже в достаточно серьезном, сложном возрасте, дети хотели его сдать в приют для пожилых, будучи абсолютно, скажем так, успешными людьми. И в этом смысле говорится-то о чем? О том, что Спок, исповедуя, он был честен в этом месте, он исповедовал вот эту же систему и относительно своих детей тоже. Но и в результате поимел то, что отношения были, собственно, с детьми порушены и разорваны. То есть на его примере получается, в принципе, что вот вся его теория пошла прахом, раз он не смог вот своей семье ничего наладить? Вы знаете, с одной стороны, конечно, это говорит о том, что эту теорию, ну, она абсолютно несовременна и не стоит ее применять. А с другой стороны, история Спока, наверное, даже более трагична, тем то, что я рассказала. Потому что она подтверждает историю или слова Фрейда о том, что все мы родом из детства. Почему вообще у Спока сложилась эта теория? С чего он вдруг стал ее основателем? Дело в том, что он в своей семье, когда он рос, он был самым старшим ребенком из шестерых детей. Отец занимался делом, зарабатыванием денег, а мать была страшно тоталитарна. И она, собственно, вот очень проявляла такой жесткий диктат в его воспитании. И он был настолько недоволен этой ситуацией. И во время своего обучения в медицинской школе он как раз и послушал, и прочитал некоторые работы Фрейда. И он для себя сделал вывод, что, оказывается, причины заболевания, они вовсе лежат не в каких-то только физиологии, а они могут лежать и в детстве. И, собственно, вся его теория – это был протест на тот самый материнский подход в воспитании. И что самое страшное, когда ему задавали вопрос, уже когда он был во взрослом состоянии, про его детей, он говорил, наверное, это материнские гены так проявились во мне. То есть вот таким образом, так интересно, он объяснял, почему же его собственная жизнь сложилась именно таким образом. Поэтому, конечно же, классическая система Спока, о которой мы говорили, и которая была изначально там издана в 1946 году, конечно, она очень-очень жестка. И есть даже классическая семерка так называемых критиков или пунктов, которые подлежат критике самых ярких в его системе. Ну вот для примера еще какие, кроме того, что нужно оставлять ребенка спать? Ну вот, например, еще один пункт, тоже, на мой взгляд, очень жесткий. Когда ребенку исполнилось по весу 4,5 килограмма, а это один месяц жизни, маме не стоит делать ему или организовывать ему ночное прикладывание груди. А что равно, не нужно ночью подходить, вставать к ребенку и подходить к нему, даже если он плачет. В один месяц? В один месяц, потому что в среднем 4,5 как раз это где-то в один месяц. Потому что вполне себе вес его нормальный для функционирования, а эмоции, ну какая разница эмоций, он же успокоится. Основная эта задача – воспитать самостоятельного человека. То есть и вот такая жесткость с засыпанием, и жесткость со сном, она должна была привести к тому, что маленький человек вырастет самостоятельным. Но современные исследования, и даже исследования, которые были проведены еще в 20 веке, в пример можно привести такого автора, как Людмила Петрановская, которую все любят и уважают, говорит о том, что при такой системе не сформируется чувство привязанности к маме, которое является залогом доверия к миру и уверенности в этом мире на всю жизнь. Ребенку до одного года необходимо только такое вот жесткое и много внимания со стороны родителей, ну в частности со стороны мамы. После года мир, вещи, предметы станут уже для ребенка интересны сами по себе. И он очень активно будет вот этот мир исследовать. И еще тоже интересные моменты, и мягко говоря, спорные моменты, которые касались относительно того, что абсолютно ни на чем не основываясь, Сфок говорил о том, что младенцу, новорожденному, рекомендуется спать на животе. И в этом смысле, во-первых, при таком, с точки зрения современной науки, при таком положении велик риск внезапной детской смерти, который, к сожалению, есть. А с другой стороны, у ребенка есть еще некие там срыгивания, и он просто в этом положении может захлебнуться рвотной массой. Ну это прямо очень опасные тогда, получается, рекомендации. Но и он медицинский никак это не объяснял. Никаким образом. В том-то все и дело, что с медицинской точки зрения, ну хотя бы основания какие-то, Сфок не приводил. Вот за что его, например, наш известный детский доктор Рошаль очень сильно и ярко это пытается объяснить тем, кто все-таки читает и пытается следовать каким-то его рекомендациям, он очень четко пытается это донести. Еще один тоже такой интересный момент про введение прикорма. Вот, например, по Сфоку мы можем давать дополнительно мясную пищу ребенку с двух месяцев, потому как она полезна. А апельсиновый сок с пяти-шести. Причем он говорил о том, что родителям ничего страшного, выжимайте, пожалуйста, апельсиновый сок, ну то есть из апельсина, и можете давать его ребенку. Там было в некоторых изданиях даже о том, что это может быть концентрированный, то есть чуть ли не из пакета апельсиновый сок. То есть вот такие вещи, мягко говоря, спорные и даже в какой-то степени опасные, они в труде вот именно 1946 года очень ярко так вот приводились. А что-то вот есть на сегодняшний день актуальное из этой книги, которое по-прежнему подтверждено там всеми испытаниями, не знаю, медициной, что можно использовать? Вы знаете, у Спока очень хорошее и много хороших интересных частей в плане педиатрии как таковой. То есть вы не забывайте, что он все-таки был педиатр и педагог. И, конечно, есть вещи, которые современная педиатрия, она не, ну скажем так, критикует, но есть очень много таких толковых вещей, которые, в принципе, они могут быть использованы в чистом виде. Что касается питания, ну я уже рассказала, что здесь, конечно, различные спорные моменты. Есть какие-то вещи, если убрать, опять же, поправки, про каком-то уходу за новорожденным, приучение, какие-то этапы к туалету. Вот эти какие-то вещи, конечно, можно посмотреть и сейчас. Ну то есть, подводя итог, нельзя сейчас вот эту книгу, там, не знаю, воспринимать на 100% как руководство к действию. Просто если вдруг вам интересно, как воспитывали, то почитать можно. Но прямо вот все остальное, это надо вот лучше к современным каким-то авторам обращаться, да? Да, конечно. То есть, в чистом виде брать и использовать как рекомендацию, как инструкцию к действию точно не стоит. Потому что вот я даже уже перечислила несколько только моментов. Мы, конечно, еще невозможно там обсудить полностью всю книгу, но они уже являются, мягко говоря, опасными. А вот как какой-то исторический контекст, как это все развивалось, то, конечно, да. Опять же, интересно тоже, возможно, педагогам или молодым родителям почитать, потому что книга сама по себе, по эмоции, а мы понимаем, что книги передают какую-то эмоцию, она написана достаточно сухо и воспринимается как инструкция по применению к ребенку. Ну вот если бы ребенок был, например, там, не знаю, миксером, стиральной машиной, вот как молодые родители могут эту штуку использовать. И она, конечно, центрирована, и основной момент идет давление на то, почему, кстати, она и стала популярна-то. То, что родители могут быть свободны, что они много чего не обязаны ребенку, и они могут в полной мере работать, проявлять себя, идти на выставки, идти на танцы и так далее. Ну что ж, спасибо большое вам за этот разговор. Обсудили интересную книгу, друзья. В гостях у нас была Виктория Тимофеева, руководитель Центра родительства. Спасибо вам. Спасибо огромное.